Любовь и гордость несовместимы. Я хочу жить по-человечески. Не как рабыня. Я разведусь со вашим. Я буду преподавать. Не скрывая, открыто, с гордостью. Буду заниматься своей профессией. Я хочу устроить собственную жизнь. Ты не помешаешь мне, папа. Никто мне не помешает. Алло. Чичек, у тебя расшатана психика, дочка. Ты не понимаешь, что говоришь. Понимаю, мама Шахнур. Прекрасно понимаю. Послушай меня. Не говори глупостей, госпожа Чичек. Будешь ты преподавать или нет, это не мое дело. Это будет решать твой муж. Но если соберешься развестись, тогда ты будешь отвечать за последствия. Пошли, жена. Пошли отсюда, иначе я за себя не отвечаю. Чичек, дочка. Не обращай внимания на Чичек, господин Ахмед. Господин Ахмед, садись, будем ужинать. Поужинаем, когда эта девчонка одумается, госпожа Шахнур. Доброго вечера. Ты хочешь навлечь на нас беду? Чичек, стой. Стой, сказала. Теперь гордись тем, что ты вбил девушке в голову. Интересно, он жив? Бессовестные. Кто-нибудь знает этого мальчика? Куда подевалась скорая? Не прикасайся. Ты умеешь оказывать первую помощь, что поднимаешь мальчика. Но нужно что-то делать. Надо же. Где же скорая? Нет никакого врача. Кто-нибудь видел, кто его сбил? Чичек, что ты делаешь? Я устала, Саваш. Понимаешь, я устала играть роли. Они считают нас мужем и женой. Мама мучает меня вопросами, когда я забеременею. Она заговорила меня, заговорила. Это невыносимо. Чичек. Я не могу так больше. Она сошла с ума. Она вынуждает их убить себя. Ладно, она не страшится смерти. А нам как быть? Ахмед Муран не спустит нам это с рук. Всевышний, не лишай меня рассудка. Не лишай меня рассудка. Чичек, успокойся. Ты поступаешь необдуманно. Я больше не могу так жить, Саваш. Я устала подчиняться папе. Это выход? Отец однажды стрелял в тебя. На этот раз он обязательно убьет тебя. Ты хочешь умереть? Лучше умереть, чем так жить. Не говори глупостей. Я тоже очень страдаю, что стал жертвой этой лжи. Но твой поступок не решение. А какое решение, Саваш? Какое? У меня есть решение, Чичек. Что за напасть? Как ни кинь, все клин. С одной стороны Чичек, с другой стороны девушка, которую любит Саваш. Не говори мне о девчонке Саваша Пала. Не говори. Мы из-за этой девчонки дошли до ручки. Если бы не эта девчонка, Саваш рано или поздно прикипел бы к Чичек. А что делать парню, если он влюбился в другую? А что такое любовь? Любовь приходит и уходит Фидан. Самая важная семья. Самая важная 10 тысяч человек, которые заглядывают нам в руки. У меня сердце до сих пор трепещет. И не говори, у меня тоже. Ну что это за мать такая? Отпустила маленького ребенка так поздно одного на улицу. Идем, идем, идем ко мне. Идем ко мне. Ясмин звонит. Дочка, где ты, мама? Я второй час звоню. По-домашнему не отвечаешь, сотовый не берешь. Нуриш не отвечает. Вы хотите убить меня? Что с вами происходит? Ясмин, не бойся. У нас все хорошо, дочка. Откуда мне знать, что у вас все хорошо? Мне что только в голову не пришло. Где ты была? Почему не отвечала? Мама, я умираю от беспокойства. Не плачь, милая. Бедная моя. К счастью, с нами все хорошо. Мальчика сбила на улице машина. Мы с ним были. Что? Ты рад, что надоумил на это, Чичек? А если отец Чичек однажды сведет ее в могилу, ты будешь посыпать голову пеплом. Сестра, хватит. Ты слышал Ахмеда Мурана? Человек ясно выгрозился. Он угрожал и нам, и дочери. Мама, пожалуйста, закроем эту тему. Нет, господин, не закрою. Свободу, Чичек. Свобода, как ты говоришь, означает для Чичек смерть. Образумься, наконец. Да, ты глава клана. И ты несешь ответственность за семью и за клан. И ты не можешь поступать так, как тебе вздумается. Мама, хватит. Привели. Привели, господин. Мустафа! Сынок, пусть у тебя все обойдется. Дядя Ахмед, спаси меня. Дядя Ахмед, не сдавай в полицию. Они посадят меня. Я буду гнить в тюрьме. Дядя Ахмед. Сынок, успокойся, успокойся. Ты мужчина, Мустафа? Тебе лег лицо плакать. Если брат узнает, он убьет меня. Дядя Джемаль. Сдаст полиции. Дядя Ахмед, защити меня. Кто тебя сдаст? Думаешь, я допущу подобное? Тебя есть кому защитить? Всесильный Ахмед Моран позволит посадить тебя в тюрьму? Ты что? Как думаешь? Я улажу эту проблему, Мустафа. Вытри слезы, вытри. Вот так. Молодец. Налейте, Мустафе, чаю. И приготовьте что-нибудь поесть. Скорее. Теперь расскажи, как произошло несчастье. Честное слово, он вынудил меня, дядя Ахмед. Он меня оскорблял. Туфан видел. Правда, Туфан? Привет. Здравствуй. Спасибо, что пришел. Я пришел покончить с этим. Кажется, ты именно этого ждешь. Проходи. Выпьешь что-нибудь? У меня мало времени. У тебя больше не осталось на меня времени? Добро пожаловать, господин Саваш. Здравствуй. Джима нет? Только что ушел. А куда ушел? Не знаю, не сказал. Ясно. Нальешь мне виски? Конечно. Я рассказывала тебе о причине этого. Да. Саваш тоже рассказал. Но правда Саваш не знает. Саваш, где ты? На улице. У меня дела. Я потом перезвоню тебе. Никаких проблем нет? Нет-нет. Хорошо, как освободишься, звони. Ладно. Ты был прав, Джим. Насчет того, что я люблю Саваш. Он из него стрелял. Чей он? Господин Аполы. Своровал из дома. Мы поехали на стрельбище. Мустафа, Халдун и наши ребята. Оба стреляли из него. То есть на нем есть следы пальцев сына Аполы? Конечно. Что теперь будем делать? Кто-то из наших возьмет вину на себя. Кто? Выбирай сам, господин. Там был село, там был Рыза. Хайритин сам сказал, пусть господин позаботится о моей семье, я сяду. А как быть со свидетелями? Никто и рта не раскроет, господин Джималь. Они сказали полиции, что ничего не видели. Ладно. Спрячь его в сейф. Балдары у нас в руках, Джималь. С первого дня нашего знакомства я ждала, что Саваш догадается, что я люблю его. Но он не догадался. Он всегда видел во мне друга, даже сестру. Настолько мы были близки. Мы окончили университет в Америке и вернулись в Стамбул. Тем летом я познакомилась с Эмре. Он влюбился в меня. Я думала, что лучше всего выйти за Эмре. Так я смогла бы отдалиться от Саваша. Я сказала Савашу, что познакомлю Эмре с родителями. Но все равно у меня в душе была надежда. Может быть, скажет, не делай этого. Может, заметит мою любовь. Но этого не случилось. Он сказал, что очень рад за меня и желает мне счастья. А я впала в депрессию. Однажды ночью я вскрыла себе вены. Приехал Саваш и спас меня. Он и тогда не понял? Не знаю. Может быть, он с самого начала знал. Но делал вид, что не замечает, чтобы не разрушать дружбу. Может, он никогда не понимал. Не знаю. И что он сделал? Взял меня на руки и отвез в больницу. Сидел со мной до самого утра. Ты и тогда не сказала, что любишь его? Сана Ашин. Неужели? Я хотела. Но не видела в его глазах ответных чувств. Я побоялась окончательно потерять Саваша. Но сейчас я потеряла совсем его. Что это значит? Я возвращаюсь в Италию. К прежней жизни. Он еще много бед навлечет на нас, Пала. Ахмед Моран этим не ограничится. Мама, не думай об этом. Подожди еще. Снова звонит. Этот человек не успокоится. Он отомстит нам за слова Чичек. Алло. Госпожа Шахнур. Саваш осадил Чичек за ее слова, господин Ахмед. Не беспокойся. Она невоспитанная девушка. Говорит глупости. Вот и все. Речь не об этом, госпожа Шахнур. О чем? По телефону нельзя. Я приеду к вам и поговорим. Ты не занята? Джим, что-то случилось? Нет. Ничего. Что у тебя за вид? Ты ужасно выглядишь. Мы расстались. Не говори глупостей. На этот раз все кончено. Не кончено, Джим. Такая любовь, как у вас, пройдет в обидах и ссорах? Мы расстались. Я еду от Нади. Ты серьезно? Любви не было. Она не была ответной. Я любил, а Надья... Надья нет. Спасибо, дочка. Приятного аппетита. Я слушаю, господин Ахмед. Рассказывай, в чем проблема? Проблема в Мустафе. Сегодня вечером Мустафа стрелял в человека. Что? Стрелял в человека. Он умер. К сожалению. Сестра. Сестра. Халдун. Где Мустафа Халдун? Откуда мне знать, мама? Уже поздно, он до сих пор не пришел. Надеюсь, он не беспутствует снова. Сынок, ты хорошо занимаешься. Ты же видишь? Сынок, не уподобляйся Мустафе и не бездельничай. Ты умный мальчик. Посвяти себя учебе. Хорошо. Ну, давай. Сестра, ты в порядке? Да, Пала, в порядке. Где Мустафа? Его арестовали? Обижаешь, госпожа Шахнур? Мы же родственники. Думаешь, я позволю полиции забрать твоего сына? Он в порядке, не волнуйся. Рядом с нашими ребятами. Как ты узнал? Это случилось в заведении, куда ходят наши ванские. Рядом с ним были наши парни. Когда это случилось, они до приезда полиции привезли парня к нам. За что он застрелил его? Молодость, беспутство. Случилась ссора. Кажется, убитый парень оскорбил его. Мустафа в него и выстрелил. Тот сразу же умер. Где он достал пистолет? У тебя. Стащил из дома. Где пистолет? В надежном месте. Не бери в голову. Нет повода для беспокойств. Я все уладил. Вместо Мустафы сядет один из наших ребят. Джемаль отвел его к адвокату. Он сдастся полиции, признавшись всадеянным. Завтра дело будет закрыто. Мы сами найдем, кто сядет. Слишком поздно, Пала. Кроме того, какая разница? Будем рядиться, кто из наших сядет? Госпожа Шахнур, позволь, Мустафа сегодня останется с нашими ребятами. Завтра приедете и заберете его. О, сестра. Спасибо, господин Ахмед. Он оскорбил меня, дядя Джемаль. Если бы он вел себя по-человечески, зачем бы мне стрелять в него? Он вынудил меня, оскорбил маму. Разве не так было, Туфан? Да, да, именно так и было. Субтитры подогнал «Симон» Что бы я ни сказал тебе, все бесполезно, правда? Если я скажу отказаться от любви. Я тоже советовал тебе отказаться, и что вышло? Что-нибудь изменилось? Не изменилось. Но вместе мы или не вместе, я до последнего вздоха буду любить Ясмин Джам. Яσηм дам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать, господин Пала! Здравствуй! Прошу! Что ты нам устраиваешь? Твои проделки не прекратятся! Дядя, он оскорбил меня! Он оскорбил маму! Молчи! Молчи, скотина! Молчи! Я хотел напугать его! Он неожиданно выстрелил! Молчи! 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 Пала, стой! Пала! Твоё место в тюрьме, Мустафа! Ты заслуживаешь того, чтобы сгнить в тюрьме! Ты уничтожил мать! Всю семью! Всю семью! Хватит, Пала! Хватит! Он осознаёт свою вину! Кого он убил? Что за парень? Бездельник! Занимался вымоганием денег! Он бы всё равно нарвался на неприятности Пала! Скажи, госпожа Шахнур, чтобы не расстраивалась из-за убитого, он того не стоит! Но полиция не закроет дело из-за убитого! Я всё уладил! Хайридин взял вину на себя и сдался! Его только что арестовали! Тема закрыта! Теперь увози его! И сильно не наказывай! Пошли! Я ночью глаз не сомкнула! Меня не отпускали мысли о том, что случилось! Ах, сестра! Какие беды навлёк на нас этот парень! Хватит, Фидан! Ничего не исправить! Ты ничего не сказала Халдуну? Разве же я могла? Хорошо! Никто, кроме нас троих, не должен знать о произошедшем! Конечно! И чтобы не дошло до ушей Саваша! Держите рот на замке! Когда он узнает, он всех нас уничтожит! Не узнает Фидан! Саваш никогда об этом не узнает! В чём дело? О чём вы говорите? Ни о чём! Почему Мустафани пришёл домой ночью, мама? Полагаю, ты знаешь, где он ночевал? Как бы он, знаю, Назан! Не лезь не в своё дело! Благодарю! Мама! Мама! Привет! Ясмин! Откуда ты взялась, дочка? Сынок! Дорогой мой! Я очень соскучилась по тебе, очень! С приезда, милая! Здравствуй! Что ты делаешь? Ой! Спасибо, тётя Айнур! Благодарю! Приятного аппетита! Почему ты приехала без предупреждения? Позвонила бы! Я вылетела рано, не хотела вас будить! Я испугалась, мама! Когда ты не подошла к телефону, я чуть с ума не сошла! Я решила, что с умером что-то случилось, а вы скрываете от меня! Но такое возможно! Мы показали тебе его в компьютере! Увидеть на мониторе недостаточно, тётя Нуриш! Когда вы сказали, что мальчика сбила машина, я всю ночь видела кошмары, что с умером что-то случилось! Это и есть материнство! Видишь, что с тобой стало, когда я один раз не подошла к телефону? Теперь ты меня поняла? Так всегда будет, пока ты живёшь вдали от сына! У тебя всегда будет сердце не на месте! То ли с умером что-то случилось, то ли его похитила семья Саваша! Господин Саваш, пришли медиапланировщики! Я пригласила их в кабинет для совещаний! Хорошо, сейчас подойду! Надья там? Надья сегодня не придёт! Я звонила, она заболела! А Мехмед здесь? Да, здесь! Тогда скажи, чтобы он тоже был на встрече! Хорошо! Шагай, шагай! Тебя ждёт мать! Прошу! Я привёл твоего сына! Спасибо, Пала! Выйди! Твой брат был прав, Мустафа! Он сказал, тот, кто сегодня ранил человека, завтра станет убийцей! Ты им стал! Мама! Не смей раскрывать рта! Я воспитывала тебя, чтобы ты лишал людей жизни! Выслушай! Замолчи! Замолчи! Увы мне! Увы, родивший и воспитавший убийцу госпожа Шахнур! Какой позор! Мама, я очень сожалею! Какая от этого польза? Чего стоят твои раскаяния, когда ты уже убил человека? Труды, которые я вложила в тебя, не пошли тебе впрок! Пусть моё молоко послужит тебе отравой! Мама, я хотел припугнуть его! Свою молодость ты должен провести среди убийц! Что делать? Ты мой сын! И ничего с тобой не поделаешь! Ничего! Ты мой сын! Мама! Ты мой сын! Моё дитя! Мой сын! Сестра! Сестра, прекрати! Ступай к себе! Сестра, хватит! Услышит! Возьми себя в руки! Будем вести себя так, будто ничего не случилось! Саваш заподозрит, начнёт копать, и мы не спасём от него Мустафу! А может, так будет правильнее всего? Он молодой, недолго отсидит! Я собственноручно не могу сломать сыну жизнь! Я не посажу его к убийцам! Как бы ни было, он мой сын! Ничего не было, ясно? Мустафа снова нахулиганил и огорчил меня, и всё! Всё! Всё, всё! Мы начнём показывать ролик сегодня вечером, господин Саваш. Кроме того, наша реклама выйдет в газетах и журналах. Хорошо. Делайте всё необходимое. Они хотят взять у вас интервью. Ладно. Только пришлите мне вопросы. Да, но сегодня нужно сделать ваш снимок. У меня нет времени. Только один, господин Саваш. Сделаем всего один снимок и отправим в прессу. Я бы не настаивала без необходимости. Хорошо, ладно. Только один снимок, больше времени нет. Как скажете, без проблем. Бехмед, будешь присутствовать. Как пожелаете, господин Саваш. Смотри, мама, смотри, как он встал на ножки. Ещё бы увидеть, как он пойдёт в школу и побежит гулять. И это будет Лейла. Время бежит, и глазом не успеешь моргнуть. Мама, вы должны переехать в Стамбул. Как это? Я не могу без сына. Только о нём и думаю. Ты говорила, у тебя постоянно кто-то бывает? Если они узнают об Амире... Севгей так знает. Я больше ни с кем не вижусь. Раз я рассталась с Авашим... Она права. Как только поставлю агентство на ноги, сниму новый дом в другом месте. Так Саваш не сможет найти меня. Никогда. Готово. Сделаем ещё общий снимок. Прошу. Бехмед, иди сюда. Вы предоставите нам данные о компании для пресс-релиза. Господин Мехмед предоставит вам данные. Конечно, господин Саваш, не беспокойтесь. Всего хорошего. Благодарю. У меня будет пара вопросов насчёт продукции. Пожалуйста. Да, конечно. Наша продукция на внутреннем рынке. Давай, сынок, не огорчай маму, хорошо? Я куплю тебе кашу и вернусь. Мама, тебе купить что-нибудь на рынке? Нет, дочка, не задерживайся. Хорошо, не волнуйся. Вы переедете в Стамбул? Так будет правильнее всего. Я постоянно живу в тревоге. Что делает Ясмин, чем занимается? Дочка будет у меня под присмотром. Верно, ты права. Ну ладно, я пойду и займусь делами. Сиди, пожалуйста. Сначала выпьем кофе, садись. Подержи малыша. Иди ко мне. Иди ко мне, ласточка моя, идём. Ты поедешь в Стамбул? Брат, госпожа Чичек уехала сегодня в школу. Хорошо. Хорошо, но если её отец что-то сделает ей... Какое его дело, когда я разрешил? Верно. Кто что может сказать? Всё равно предупреди Исмаила, пусть глядит в оба. Как скажешь, брат. Я сказала, что вы заняты, но он не послушал. Приветствую. Здравствуй. Какими судьбами? Какими не знаю. Это ты сам решишь. Если скажешь, в чём проблема, решим. Я вчера разговаривал с твоей мамой. Значит, ты преподал урок Чичек. Мама сказала неправду. Мне не за что преподавать урок Чичек. Она будет учительницей? Да. Тебе какое дело? Мне всё равно, пусть работает. Если она совершит ошибку, это ты должен урезонить её. Но не смей... Не смей думать о разводе с Чичек. А что будет, если мы разведёмся? Если Чичек получит одну пулю, то вы получите сто пуль. Я не допущу, чтобы Балдары очернили дочку Ахмета Морана. В Чичек я выстрелю один раз. А на тех, кто очернит мою дочь, я спущу весь магазин. Развестись значит опорочить? Какой же ты отсталый человек. Не важно. Это тебя не касается. Но я тебя предупредил. Так ты говоришь, что продолжишь кровную вражду? Да. Хорошо. Только я не спасу перед твоими угрозами, Ахмед Моран. Если ты настаиваешь на кровопролитии, я в долгу не останусь. Ты бросаешь мне вызов? Ещё нет. Но когда придёт время, я и это сделаю. Ясно. Буду ждать. Пока. Пока. Где ты, Есмин? Где ты сейчас? Чем ты занимаешься? Я думаю о тебе каждую секунду. Ты занимаешь все мои мысли. А ты думаешь обо мне, моя единственная любовь. Мой ангел. Девушка с прекрасными глазами. Ясмин, я готов умереть ради тебя. Ради тебя я готов оставить всё и отправиться на край света. Но я не переживу, если ты умрёшь из-за меня. Прости меня. Прости меня, Ясмин. Прости меня за то, что я не обещал защитить тебя от всех опасностей мира. Прости. Саваш, родной, душа моя, моя единственная любовь. Как я забуду тебя? Как я выброшу из сердца любовь? Не смогу. Я не забуду тебя. Моё сердце твоё, Саваш. В моём сердце есть место только для тебя. Для тебя и для нашего сына. Я воспитаю нашего сына, нашёптывая твоё имя. Я скажу, у тебя есть замечательный отец, сынок. Прости меня, Саваш. Прости, что моё материнство победило нашу любовь. Прости, что я лишила тебя нашего сына. Прости. Обсудить дела? Да. Наркотики? Наркотики. Сделал доброе дело, теперь ждёшь отдачи? Я не заинтересован делать для Балдаров добрые дела. Но так получилось. Удача пришла мне в руки сама. Доставь наркотики, и все будут рады. Саваш никогда не согласится на это. А кто спрашивает Саваша? Ты сделаешь это? Нет. Ещё как сделаешь. Я не буду поставлять наркотики лишь потому, что ты не отправил в тюрьму Устафу. Поставлять отраву и травить... А если я отправлю Халдуна? К чему ты клонишь? Говори прямо. На твоём пистолете есть отпечатки пальцев твоего сына. Не может быть. Халдун не прикасался к пистолету и не прикоснётся. Из шкафа его достал твой сын. Они вместе с Мустафой стреляли по бутылкам. Твой сын хорошо стреляет. Молодец. Ты хорошо воспитал его. Ты не сможешь оклеветать моего сына. У меня много свидетелей, Пала. Если я захочу, предоставлю свидетеля происшествия. Вас троих арестуют. Отца, сына и племянника. Одного из вас обвинят в преступлении. Так кому выпадет счастливый билет? Молись, чтобы твой сын не сгнил в тюрьме. Ахмед Моран только и твердит о кровопролитии. Я знаю, что ему нужно. Если я соглашусь поставлять наркотики, все вопросы отпадут. Ты будешь поставлять? Ни за что. Саваш, как ты выпутаешься из этого дела? Потерплю до открытия фабрики. А что будет, когда фабрика откроется? Тогда я стану сильнее. Материально и морально. Я вкладываю в ВАН 50 миллионов долларов. Партнерство с поляками привлечет другие инвестиции. Вытеснит наркотический бизнес. Ахмед Моран не сможет найти соучастников. Ты рассказал об этом, Ясмин? Как я расскажу? Я с самого начала совершил ошибку. Я должен был рассказать. Сказать, что я женился по обычаю, что семья поставляла наркотики, что я хочу положить всему этому конец. А теперь... Теперь слишком поздно. У тебя есть замечательный папа. Он знаком с тобой. Но он не знает, что ты его сын. А если бы знал, любил бы тебя еще больше. Когда ты вырастешь, я скажу тебе, кто твой папа. Может быть, ты никогда не простишь меня за это. Но я сделаю это ради тебя. Это будет самая крупная пищевая компания на Востоке. Тебе какая разница? Эти деньги пойдут в твой карман? Пошевели мозгами. Сначала финансовый директор, потом выйти с ним на Дью, а потом генеральный директор. Забыл о любви? Занялся работой? Почему бы не совмещать это? Если я заслужу доверие Саваша Балдара, он даст мне запасные ключи от компании. Хорошо. Выпьем. Она не звонит тебе? Нет. Я тоже не звоню. Все кончено? Вы расстались? Не будем об этом. Я пришел поговорить о вас. Джем думает, что ты не любишь его. Сказал, она не любит меня. Тебе тоже стоит приложить усилия. Джем прав, Саваш. Я не люблю его. Ты любишь кого-то другого? Забудь. Что будешь пить? Подожди. Сядь, мы поговорим. Не настаивай, Саваш. Я настаиваю, Надья. Надья, я сто раз говорил, я души в тебе не чаю. Я бы любил тебя не больше, будь ты моей младшей сестрой. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Если ты не хочешь быть с Джемом, я пойму. Но если есть кто-то другой... Скажи мне, Надья. Саваш, хватит. Я родилась не под знаком любви, ясно? Для меня любви нет. Я смирилась с этим. Я научила жить с пустым сердцем. И больше не настаивай. Мустафа. Деточка, выпей это. Есть ли температура? Хорошо, спала. А теперь поспи немного. Зачем я привез тебя сюда из вана? Зачем привез? Я привез тебя, чтобы ты не бесчинствовал, чтобы ты не распутничал. Что ты сделал? Пала, прекрати. Пала, перестань. Ты убьешь мальчика. Пала, не сходи с ума. Ты украл мой пистолет. Поехал на стрельбище. Что мне с тобой сделать, Халдун? Убить тебя. Пала, что ты делаешь? Присядь. Присядь. Ты с ума сошел. Они сговорились с Мустафой и украли у меня пистолет. Они стреляли, сестра. Мне убить его? Что мне сделать, сестра? Что случилось? Ничего. Ступая к себе в комнату, ничего не случилось? Почему тогда Халдун лежит на полу? Тише, тише. Тише, тише. На пистолете есть и отпечатки пальцев Халдуна? Пистолет у Ахмеда Марана? Он бережет его, как зеницу ока, мерзавец. Что он хочет от тебя? А что он может хотеть, сестра? Принуждает поставлять наркотики, иначе он меня уничтожит. Мы попались в его лапы. Было ясно, что так и будет. Мы бы не докатились до этого, не откажись, Саваш, от наркобизнеса. А тебе не приходит в голову, что мы бы не докатились до этого, если бы Мустафа был человеком? Твой сын убийца. Убийца. Где ты? Только мы получили заказ, как ты исчезла. Я в Бодруме. Почему? Что случилось? Нет, ничего не случилось. Я просто приехала на пару дней. Ясмин. Эта работа не будет ждать. Мы поскорее должны взяться за дело. Я здесь мучаюсь, а ты собираешься и уезжаешь в Бодрум. Где это видано? Не дави на меня, Севги. Мне очень плохо. Ты не видишь, в каком я состоянии. Я говорю, что никак не могу прийти в себя. Хорошо, милая, хорошо. Я переживаю трудные времена, ты знаешь. Ты лучше всех должна понимать меня. Прости. Я говорила, что ты забудешь, если посвятишь себя работе. Это не так просто, к сожалению. Ладно. Как приедешь, дай знать. Я справлюсь одна. Хорошо, до свидания. Только посмотри на это. Еще и упрекает меня. Что говорит? Передумала? Нет. Поехала в Бодрум развеяться. Конечно, ей хорошо рассуждать. У нее есть деньги. Посадила ее себе на шею. Вот и расхлебывай. Не говори глупости. Не беси меня. Итак, настроение скверное. А что, не правда? Хорошо, ты работай как волк. Она пусть на тебе едет. Что, я не прав? Что мне делать? Что делать? Что мне делать? Нужно найти выход, Севги. Ясмин, сейчас моя единственная надежда. Какой выход мне искать, Бора? Нужно стать партнером агентства. Сколько раз обсуждать это? Сначала нужно создать его. Я сейчас без копейки. Я сейчас без обезьяк. Нужно стать партнером агентства. Когда я буду делать его. Я поставлю все новое. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты ушел слишком рано, господин Хасиб. Ты оставил меня среди стольких проблем и ушел. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Саваш, я не заметила, как ты подошел. Что ты здесь делаешь в такое время? Ничего. Просто сижу. Не могу заснуть. Ты замерзла? У тебя руки как лед. Почему ты несчастлива, сестра? Скажи. Не знаю. Причина нет. У тебя тоже холодные руки. Ты так же несчастлив, как и я. Саваш. Братик, скажи. У меня душевные переживания. А с тобой что? Мы с Ясмин расстались. Мы с Ясмином расстались. Как это? Почему? Из-за нашей жизни. Обычаи, оружия. Потому что дом обстреляли. Она так сильно испугалась. Не бери в голову. Вставай, зайди в дом. Не мерзни на рассвете. Вставай. Ты пойдешь на работу. Я болею. Мустафа, вставай, сказала. Хочешь брата разозлить? Я больше не буду защищать тебя, Мустафа, так и знай. Если ты совершишь хоть один проступок, я, собственно, ручно убью тебя. Господин, хочешь яйца? Нет, не хочу. Я уже поеду. Что приготовить этим вечером, Саваш? Что хотите. Приятного аппетита. Мустафа, живо. Брат, подбросишь меня до фабрики? Заезжай с Халилием. Доброе утро, брат. Доброе утро. В холдинг? Нет, в аэропорт. Мне пора. Пока. Удачи в делах. Давай, дочка. Буран, ступайте и хорошенько почистите зубы. Чичек, приглядись за ними, дочка. Я хотя бы успею перекусить. Конечно. Эндам, помоги им. Сейчас. Что это вы переглядываетесь с братом? Просто. С чего ты взяла? Что происходит, Назан? Саваш расстался с Ясмин. Что? Что значит, поселюсь в бодруме? Парень, бодрум для лета. Что ты будешь делать зимой? Будешь сидеть в пустом баре? Я и так больше не жалец. О чем ты говоришь? Надья меня не любит, Саваш. Обманывала, говоря, что любит. Знаешь, что хуже этого? На самом деле, это я обманывал тебя. Думая, что она меня любит. А она никогда не любила. Когда ты поедешь в Стамбул? Мне нужно поскорее уехать. Севги права. Я хвасталась, что мы откроем агентство. Ты не обязана думать о Севги. Подумай о себе. Прошу тебя. Смотри. Ну-ка, смотри. Кроме того, я очень зла на тебя. Что я опять сделала? Ты мне не сказала, что агентство обанкротилось. Ты морочила мне голову. Мамочка милая моя. Я просто не хотела, чтобы ты расстраивалась. Вот и все. Но я расстраиваюсь, Ясмин. Я не могу сомкнуть глаз, когда у тебя столько проблем. Что она делает? Плачет ли она? А вдруг кто-то обидел мою дочку? Не расстраивайся, мамочка. Положись на меня, умоляю. Ты составила список, что нужно купить? Я схожу, куплю. На телевизоре. Жарить фарш, хозяйка. Фарш, говорю. Поджарить? Поджарь, поджарь. Хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты похудела? Но всё равно очень красивая Не уходи Отпусти меня Нет Каждый раз встречая тебя, я понимаю Что не смогу отречься от любви Саваш умоляю, не усложняй всё Я задержалась Нет, ну что ты Что за волнение? Мне есть что рассказать тебе Саваш расстался с Эсмин Когда мы вместе, меня не оставляют страхи Я подумал, что у меня нет на это права Ясмин Когда тебя нет рядом, меня отравляет даже воздух, которым я дышу Саваш, пожалуйста Прости меня Постарайся забыть Ясмин, не уходи, умоляю тебя Ты права, что боишься Я сын семьи, к которой ты не привыкла Я не за себя боюсь, Саваш Я уже говорила тебе Я готова умереть вместе с тобой, но Я знаю Я знаю, ты за меня боишься Не поступай так с нами Нет Мне очень жаль Саваш Ты не понимаешь? Я говорю, что они расстались. Когда дом обстреляли, девушка испугалась от страха и ушла от него. Саваш теперь достался тебе, Чичек. Ты можешь насладиться своей любовью. Сестра, у меня что, совсем нет гордости? Я воспользуюсь тем, что Саваша бросила любимая женщина. Скажу ничего, Ясмин ушла, но есть я. Я брошусь Савашу на шею, зная, что его сердце принадлежит другой. Куда тогда денется уважение к моей любви? Сестра, у меня есть гордость. Чичек, любовь и гордость несовместимы. Ты права. Если ты занимаешь место в сердце любимого, то несовместимы. Но мне не принадлежит сердце Саваша. И никогда не будет принадлежать. Ты мне этого не говорила, а я этого не слышала. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Оф! Что не так? В чём проблема? Они хотят ролик, а авансы дают три копейки. Я не могу решить проблему. Нужно тратить деньги, Ясмин. Ну и пусть тратит. Хорошо, если увижу, скажу. Что со ставкой режиссёра? Она всё та же, не изменилась. Даже немного снизилась. Но ты всё равно напиши высокую. Так и собиралась. Я имею в виду не клиентов. Я говорю о бюджете, который ты покажешь, Ясмин. Не говори глупостей. Я что, обману подругу? Не подругу, начальницу. Я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Тётя, что с тобой? Ты очень задумчивая. Нет. Со мной всё в порядке. Я просто устала. Это невозможно, сестра. Если мы снова свяжемся с наркотиками, Саваш никогда нас не простит. Прощение Саваша гораздо важнее жизни ребят. В тюрьме на одной кровати спят трое человек. Камера кишит микробами и грязью. Исправительные колонии ещё хуже. Там что только не делают с детьми. Бьют и даже насилуют. Сестра, замолчи. Не продолжай. Субтитры подогнал «Симон» Ты уходишь? Пойду уже поздно. Не уходи. Останься со мной этой ночью. Бора, пусти меня. Пожалуйста. Пожалуйста, отпусти меня. Севги. Отпусти. Севги. Останься со мной этой ночью. Что это? Какой ужас. Какой ужас. Боже мой. У куда прочла новость? Я ещё раз поговорил с ребятами из полиции. Они проверили все возможные следы. Они провели хорошую работу, но ничего не обнаружили. Только господин Саваш, тот, кто организовал это дело, очень хорошо знает ваш дом, расположение комнат, пути отступления. Всё. Подумайте. Ясмин, умоляю тебя, не совершай ошибки. Мама, ясно? Ты сто раз сказала. Ясно? Какой ужас. У меня сердце разрывается. Что ты скажешь Мехмету? Не знаю, мама, не знаю. Я решу, когда встречусь с ним лицом к лицу. За меня не тревожься. Хорошенько приглядывай за умером. Я позвоню тебе. Хорошо, дочка. Хорошо, хорошо. Какой ужас. Какой ужас. Давай. Присаживайся, сынок. Я возьму поесть и приду. Ладно? Пригляди за моей сумкой, хорошо? Да, мама. Хорошо. Алло. Кто вы? Бора. Друг твоей мамы. Она рассказывала мне о тебе, но мы еще не знакомы. Правда? Да. А где твоя мама, Боран? Она покупает нам пиццу. Замечательно. Приятного аппетита. Спасибо. С кем ты разговариваешь? С дядей Бора. Алло. Боран, скажешь маме, что я звонил? Больше никогда не отвечай на звонки. Никогда. Никакого Бора нет, ясно? Я не знаю такого человека. Не туда попали. Прошу. Приятного аппетита. Послушай, никому не говори. Договорились? Договорились. Молодец. Прошу, господин Ахмед. Я сварю кофе. Куда ты торопишься? Да. Я ищу землю в той стороне. Буду строить дом. Поеду смотреть ее. Без вступления перейдем к теме. Каково ваше решение? Какое решение? Госпожа Шахнур, со своей прислугой будешь важничать. Со мной это не пройдет. Палара сказал тебе о деле. Отправьте наркотики, и все останутся довольны. Примите решение. Господин Ахмед. Ты глава уважаемого известного клана. Ты знаешь, что такое обычаи и честь. Из-за того, что поймал сына за ошибкой... За преступлением. За преступлением. Убийством. К лицу заниматься шантажом такому уважаемому и известному главе, как ты. Здесь я предприниматель, госпожа Шахнур. А глава я в ванне. По отношению к своему клану. А кто ты такая, чтобы рассуждать о моей чести? Вы сдержали данное мне господином Хасибом слово? О чем ты мне говоришь? Я даю вам неделю срока. В конце недели жду положительный ответ. Если получу, то получу. А если не получу... Саваш. Входи. Дядя, приходил полицейский на пенсию. Говорит, это кто-то из наших. Не мучайся. Ничего не всплывет. Сам видишь. Всплывет. Я постараюсь. Надьи опять нет. Где она? Заболела. Алло. Алло. Пала. Пала. Сейчас приходил Ахмед Маран. Ну и? Сказал, даю вам неделю сроку. Я понял. Хорошо. Ты куда? Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Жена просит не забыть заплатить за школу. Я загляну на склад. Спасибо. Нет. Я, конечно. Я плачусь. Я многое. Я. Я знаю. Алло, Ясмин? Чего ты добиваешься, Мехмед? Почему ты не сказал мне, что ты работаешь с Савашем? Ты не спрашивала, где я работаю? Не связывайся со мной, не связывайся, иначе будет хуже. Здравствуй. Слушаю, господин Саваш. Любимая, я потом позвоню тебе. Пришел господин Саваш. Разговаривал с подругой? Медийщики остались очень довольны тобой. Спасибо. Я старался делать все, что в моих силах. Мы скоро снова обсудим твою должность. Я ничего вам не могу сказать. Это ваше решение. Надья больна. Придет и с ней тоже поговорим. Потом посмотрим. Как пожелаете. Удачи в делах. Значит, этот мерзавец дал нам неделю. Он сказал, поставите наркотики, значит поставите. Не поставите, я пойду в полицию. Мы допустим, чтобы этот мерзавец шантажировал нас. А что делать? Есть другой выход. Сестра. Мустафа еще несовершеннолетний. Ему мало дадут. Что? Ты предлагаешь ему сдаться? Мы наймем самых лучших адвокатов. Они за неделю его вызволят. Если бы твой сын был убийцей, ты бы сказала ему сдастся. Не позволю, Фидан. Не позволю сгубить сына. Не позволю. Что она сказала? Сказала, что нашего сына погубит? Она же этого не сказала. Как ты все переначиваешь? Именно это она имела в виду. Она сказала, пусть лучше ваш сын погибает, чем мой. Твоя сестра сделает все, чтобы спасти сына. Она даже взвалит вину на халдуна. Вот посмотришь. Не говори глупостей. Она этого не сделает. Сделает. Твоя сестра способна на все. Я не позволю сломать жизнь сыну. Так и знай. Я разрушу этот дом. Погублю всех. Но сына погубить не позволю. Прости, я опоздал. Почему ты не сказал мне, что работаешь со вашим? Я не знал, что нужно сказать. Что ты за человек? Что ты за страшный человек? Это вышло случайно. Откуда я мог знать, что ты встречаешься с Балдаром? Ты случайно попал на работу? Да, я клянусь тебе, Ясмин. Я узнал после того, как устроился. Я не такая дурочка, чтобы поверить тебе. Я позвоню Савашу и скажу, кто ты. Не лишай меня заработка. Я же сказал, что хочу быть твоим другом. Не заставляй меня рассказывать об Омере. Я год искал работу. Я год бедствовал. Надья взяла меня на работу. Я познакомился с Савашим Балдаром через месяц. Откуда мне было знать, что вы встречаетесь? Не лишай меня хлеба, и я никому не скажу об Омере. Ты меня шантажируешь? Нет. Я говорю, что друзья должны хранить тайны друг друга. Как ты узнал об Омере? Я поехал в Бодрум поговорить с твоей мамой, чтобы извиниться. Она вышла в сад с Омером. Я передумал разговаривать с ней. А как ты решил, что это мой ребенок? Я спросил соседей. Твоя мама сказала, что ты развелась с мужем, будучи беременной. Мол, ты была замужем за мной. Все думают, что Омер – мой ребенок. Не сотрясай зря воздух, мама Шахнур. Чичек, выслушай меня. Что значит разведусь? Ладно, ты о себе не думаешь. Твой папа пустит тебе пулю в лоб, но ты и о нас не думаешь. Мы с Савашем обсудили это. Когда придет время, мы расстанемся. Нет, никогда. Мама Шахнур, насильно мил не будешь. Саваш любит другую. Он расстался с той девушкой. Тема закрыта. Что я тебе говорила? Я же говорила, что эти женщины на время. Ты и жена Саваша. Мама, что ты опять затеяла? Ты расстался с той девушкой. Так сказала твоя сестра. Ты правильно сделал. Ты что, думаешь, что тебе будет прокат женщины, сбежавшей из-за выстрелов? Та девушка не достойна тебя. У тебя есть золотая жена. Лучше стань жене настоящим мужем. И тема будет закрыта. Я люблю Ясмин. Я не расставался с ней и не расстанусь. Поняла? Брат, я поеду один. Кошерев. Идем. Девушка, которую любит Саваш, Ясмин. Наведи мне о ней справки. На смысле? Узнай, кто она такая. Чьих будет. Кто ее отец и мать. Все до седьмого колена. Чем занимается, с кем встречается, что ест, что пьет. Все, что найдешь. Дежурь возле ее дома. Следи за ней. Найди мне тайны этой девчонки. Саваш. Саваш. Уходи. Нет. Уходи, умоляю. Я не отпущу тебя. Я не могу отпустить тебя, понимаешь? Я не могу жить без тебя. Фильм озвучен ТОО Прим.